Добрый день, дорогие друзья! Почему и кто накинулся на Егора Бероева? На церемонии вручения премии ТЭФИ актёр и благотворитель Егор Бероев вышел на публику с жёлтой звездой Давида на пиджаке. Егор спокойно со сцены рассказал о том, что его волнует. После этого на Бероева накинулись все, кому не лень. Что сказал Бероев и почему на него накинулись? Об этом сегодня в записках Горожанина. Поехали! Итак, что же сказал Егор Бероев? Давайте послушаем эпизод из этого выступления. Добрый день, Бероев! Для развития, что значит, тема войны и победы над фашизмом горал, что всё ещё жива в сердцах художников наших. Поверь Бог, что это продолжалось долго и дарило нам такие шедевры. Я хочу сказать сегодня о том, что у меня волнует последние два дня. Я слышал, некоторые здесь уже высказывались по этому поводу. Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомы вакцинировались, а даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссоров и споров. Мы, взрослые люди, уважаемый Пётр Трубинга. Знаете, моё тело, моё дело. Но сегодня я проснулся в дверь, где это стало опознавательным знаком. Гражданин, ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос, как мы, потомки-победители, могли это допустить? Я хочу сказать, что на одно человеческое жизнь достоинства не могут приноситься в жертву общественному благу. Обратите внимание, ведь всё понятно и чётко сказано. Вакцина никогда не была причиной споров или ссор самого Бероева со своими друзьями. Он говорит об этом. Или утверждение, гражданин ты, или будешь оставаться в резервации. Или резонный, казалось бы, вопрос, как мы, потомки-победители, могли это допустить? Когда жизнь отдельного человека приносится в жертву общественному плану. Напомню, что звезду Давида немцы в годы Второй мировой войны заставляли нашивать на одежду евреев. Это знак людей, без вины приговорённых на смерть. Бероев, повторюсь, выступил спокойно, интеллигентно, без хайпа, как сейчас это модно. И зал его поддержал. Он не остался равнодушным. И что мы видим после церемонии? На Бероева накинулись церберами представители так называемой элиты. Нашёлся дурашлёп, ну это Жириновский. Изменник Родины, Михаил Боярский. Его рассудили Познер, Соловьёв, Ваня Урган, Ксения Собчак. Обратите внимание, отношение к вакцинации может быть разным. Оно такое и есть на самом деле. Мы и даже медики на самом деле не знаем, как она действует. В медицинских кругах неоднозначные к ней отношения разные. Вакцинируешься – рискуешь. Не вакцинируешься – тоже рискуешь. Всем ясно, что это риск. Но ведь это риск субъективный. Ты сам выбираешь этот риск. А почему? Внимание, потому что ты имеешь на это право. Сколько примеров уже вокруг, когда вакцинированные тоже заболевают. А значит, аргумент о том, что не вакцинируешься, ты подвергаешь риску, окружающих не работает. Вакцинируешься – тоже подвергаешь. Ну, посмотрите, к примеру, вот скончался главный врач от коронавируса. Вот маленький эпизод из видео. 11 июня скончался от ковида, привитый за полгода. До этого – от ковида. Главный врач Котельниковской больницы Михаил Анисимов. В декабре месяце он привился. Об этом размещена информация на его социальных сетях, выложены фотографии. После он много агитировал за вакцинацию. Но сам вот заболел и умер. То есть весь прошлый год он был на передовой, он сталкивался с ковидом каждый день. И тем не менее был жив, здоров. Вакцинировался, заболел, умер. Как с этим быть? Как это объяснить? Ты рискуешь вакцинировать. А ведь из каждого утюга, из каждого холодильника нас загоняют на пункты вакцинации. Так что же хотел донести до нас Бероев? Он пытался простыми словами напомнить простую истину. Не надо делить людей. Никогда. Никак. Егор пытался сказать, что до добра это не доводит. Использовал для этого жесткий аргумент. Но он кого-то хотел обвинить? Нет. Может быть он кого-то хотел оскорбить? Нет. Он хотел докричаться до нас, достучаться до нас. Признаться, я пытался понять, а я бы смог вот так вот со сцены выйти и сказать вот такие слова. Наверное, нет. Ну, я, конечно же, просто человек. Я горожанин. Ну, не пример. Я не эталон моды, вкуса или гламура. Но я тоже оставляю за человеком право высказывать свою мысль так, как он считает верным. Мне очень жаль, что так много людей осуждают то, как доказывал Бероев свою мысль. И мало кто обращает внимание на суть этой мысли. Она, повторюсь, важная еще раз. Каждый человек имеет право высказывать свои мысли. Каждый человек имеет право на риск, потому что это его ответственность. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что никакие бумажные справки или сертификаты приниматься в общепите не будут. Кафе и рестораны обязаны разработать систему проверки наличия QR-кода у посетителей. Или другой пример. Смотрите. Другая новость. РЖД отменила действие пункта об отстранении от работы сотрудников РЖД за отказ от вакцинации. До получения дополнительных разъяснений. Ну, есть же здравый смысл. Отвечая на вопрос, почему же накинулись на Егора Пероева, Познар, Урган, Соловьев, Боярский, Собчак, и же с ними. Да, очевидно, потому что эти люди против свободного своей мысли. Они против ответственности за свое здоровье. Надо отстаивать право на свой риск. Надо отстаивать право высказывать свои мысли. В рамках закона, конечно же. А на этом сегодня все. Я желаю всем здоровья, добра. Подписывайтесь на записки Горожанина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова